На протяжении тысячи лет они безмолвно смотрят на Солнце, которое каждый день исчезает за горизонтом. Времени властны над их судьбой, и только бескрайняя великая степь помнит те времена, когда они появились на свет. Гордые и одинокие, из года в год их мудрый и безмятежный взгляд устремлен вдаль. Какие тайны великой степи храните вы, молчаливые посланцы веков? Когда ищут храмы, все, вот они храмы стоят на вершине горы, стоит вот такой символ, который собирает энергию и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы понять вот эти вопросы, надо прежде всего поменять нашу модель внутри нас. Это тоже для средневековой истории важно. Поэтому изучение этого материала дает очень многое для реконструкции истории культуры средневековых тюркских народов. Всегда остаются какие-то вопросы. Ну, это как раз и исследовательский процесс, исследовательская процедура. Чем дальше идем, тем больше вопросов. Это основа этногеографического феномена. Все говорят, вот, надо же, в принципе, казахов мало, да? Ну, сейчас нас много. Много переселенцев, много разных людей, целийников, реплисированных. Но их и тогда было немного. Но для них важно было жизненное пространство. Они окружают нас повсюду. И люди всегда тянулись к ним. Придумывали им названия, поклонялись, использовали для предсказаний. Шаманы и жрецы совершали таинственные обряды рядом с ними. Потому что верили, что в них живут духи-хранители. Камни. Таинственные и удивительные. Эти каменные изваяния хранят еще много загадок. Какие же тайны скрывают эти монументы? Кто и с какой целью воздвиг их? На территории Евразии зафиксировано более трех тысяч каменных изваяний. Большинство произведений, так называемого статуарного искусства, создано в период с VI по XIV века. В средние века, в древнетюркское время, каменное изваяние получает широкое распространение, особенно в период образования западно-тюркского каганата. В раннее тюркское время, конечно, этих изваяний было мало и достаточно четко не выделяется раннее тюркское. А вот каменные изваяния периода западно-тюркского каганата, их очень много. Безусловно, на протяжении многих сотен лет мастера по-разному создавали каменные изваяния. Но вершины камнерезного искусства средневековых мастеров можно считать без преувеличения кипчакские статуи воинов и знатных женщин. Эти каменные статуи отличались не только виртуозной техникой проработки мельчайших деталей одежды, оружия и других атрибутов, но и размерами. Каменные изваяния разнотипны. Статуя кагана резко отличается от всех остальных полководцев и воинов тоже. Подогнутые ноги – это уже принадлежность к высшему аристократическому роду и высшему сословию. Если ноги подогнуты, человек и еще левую руку ставит на колено, то это каган. А если, допустим, ноги подогнуты, держит чашку и здесь саблю, то это уже воин. Активные исследования культовых памятников в Казахстане ведутся учеными под руководством доктора исторических наук Айман Досымбаевой. Именно она воссоздала и обосновала тюркские святилища Мерке, Жайсан и поминальные мемориалы в долине реки Кумай, недалеко от столицы Казахстана, города Астаны. Эта статуя создана в честь кагана тюркского. Таким мог быть и легендарный Огус Каган. Дело в том, что вот они ушли с Иртыша. Вот эти тюрки-агузы, которые позднее создают и саму Турцию тоже. Государство Агузских... Ябгу у нас было на Сырдарье, вот приорали тоже, да. Вот посмотрите на даже вот размер, да, вот его, на габариты. Гранит это вечно камень, создают из гранита его. Вот эти глаза, нос, горбинка, я говорила, усы. Вот у него даже бокал очень большой, высокий. Он тоже каган, Агуз Каган был вообще воином. Понимаете, он уходил в далекие походы в Индию, в Египет, а потом возвращался в степи Сарарки, Алатау, допустим, вот эта вся казахская степь, это были владения Агуз Кагана. Вот. Нижняя часть этой статуи находится, вот она, она требует реставрации. Она высотой была бы, вот вы знаете, 3 метра 30 сантиметров. Только каганам, вот больше двух с половиной, вот у нас все есть, создавали такие огромные памятники. Очень отчетливо определяется и образ прекрасной половины человечества, рельефные в эпопу и косы и некоторые другие женские элементы. Так что далеко не второстепенную роль играли женщины в жизни древних тюрков. Наравне с мужчинами они были и полководцами, и советниками, и воинами. Не зря гордое воинственное племя амазонок тоже родом из южных степей. Женская атрибутика, это уже 100% дает гарантию, что здесь мы имеем дело с женской статуей. А другой вопрос, зачем их устанавливали, в честь каких женщин. Естественно, что эта женщина, в честь которого установлена вот эта статуя, занимала в древненитюрском обществе определенное место. Либо это принадлежит каганскому правящему роду, или вот к кочевой аристократии принадлежит, либо за личные какие-то заслуги. Какие могут быть у женщин личные заслуги? Возможно, не исключается вероятность, что женщина играла вот в то же военном деле какую-то роль. Она тоже наравне с мужчиной, может быть, и воевала в средневековой амазонке. Тоже это не исключается, хотя, допустим, женщину никогда с аушем не изображает. Этим тоже подчеркивается их миролюбивость. Потом, значит, вот у нее рот, вот этот изящный подбородок, вот два ряда гривен, это говорит о ее социальном статусе. Понимаете? Потом, значит, вот эти, вот они пальцы, она двумя руками держит сосуд. Вот нижняя часть сосуда, это верхняя. И интересные ноги, вот показывают даже, знаете, форму сапог. У нее ноги здесь, они скрещены в позе медиатора. Статус женщины в тюркском обществе был настолько высок, она олицетворяла, женщина, саму землю, воду священную. Или же вот она символ Умайаны. Умайану не видно, она покровительница рода, плодородия, да? Она именно взращивает следующих принцев и сажает на престол. Бейдес – это то самое древнетюркское слово, которым обозначали изображения человека на камне. Зачастую каменные извояния называют балбалами. Но это, как говорят ученые, заблуждение. Балбалы – это ряд каменных столбов, установленных возле поминальных сооружений, которые в свою очередь воздвигнуты в честь крупных полководцев, общественных деятелей и знатных воинов. А у древних терков были конкретные представления, в честь своих верховных правителей они изображали, но верховный правитель – это божественный Каган. Это тоже его образ воспринималось, как земное воплощение тенгри. Все ставили вертикальные статуи, камни в честь своих божеств, или обожественных героев, обожественных правителей и так далее. Одним из самых известных поминальных комплексов находится на берегах Архона современной Монголии. Он создан в честь великого воина тюркского Каганата Культигина. Надписи на каменной стелле, найденной при раскопках, открыли неизвестные факты становления тюркского Каганата. Культигин – это был такой Каган, ну, будем говорить, аристократический кровей, происходящий якобы от волчицы еще самой, легендарный, с голубыми глазами, прочее, прочее. И когда он создав государство, он сам продиктовал текст, который надо на своем камне могиле написать. И там написано такие слова, они опубликованы, текст Культигина на могиле. Народ, не имевший государство, я отдал государство, народ, не имевший власти, Кагана, центра, я ему дал, говорит. Я, говорит, это неимущий народ, сделал имущим, говорит. Я вас, не имеющий земли, я вам дал землю, всякое такое, разъяснил правду моих речах, говорит. Эти мемориальные комплексы сохранились до наших времен, благодаря материалу, из которого они были сделаны. Для изготовления извояний применялся как местный материал, так и привозной. В основном это был гранит. Красота каменного извояния зависела от искусства мастера. Большинство памятников древнетюркских народов изготовлены местными мастерами, но по особым случаям приглашали мастеров из Поднебесной. Поскольку Кюльтиген и его брат Бельгей Каган были в определенное время в дружественных отношениях с Китаем, то есть тогда прекращались столкновения с Танской империей, ну и потом китайский император, узнав о смерти Пельтигена, он и направил для изготовления извояний, потому что его брат Бельгей Каган устанавливал в честь своего брата, упоминал мемориальный комплекс. Потом через какое-то время умер сам Бельгей Каган, и рядом тоже установили в честь Бельгей Кагана такой же комплекс, они рядом находятся, на берегу Архона, на территории современной Монголии. Изучая мемориальные комплексы 6-8 века в священных местах, археологи ни разу не обнаружили человеческих захоронений, и они пришли к выводу, что монументальные памятники – это не погребальные захоронения, где хоронили опоминальные комплексы и сооружались в честь знатных выдающихся личностей того времени. Смерть владыки или героя повлечет за собой наступление хаоса, поэтому возведение грандиозных поминальных сооружений с многочисленными статуями, наряду с проведением ритуальных церемоний, направлены на восстановление миропорядка. Это дома. Дома, храмы. Вот аналогом, наверное, может быть. Сейчас люди ходят в мечеть, в церковь ходят, да, в храмы какие-то. В процессе многочисленных исследований ученые пришли к очень интересному выводу. Священные обители тюркских племен никогда не располагались в замкнутых пространствах, а исключительно в ландшафте горной и предгорной степи. Они сконцентрируются в основном в специально отведенном месте, их называют заповедными зонами, корк. Корк. И вот в древних тюркских письменных источниках такие заповедные места и такие называются. Это священные места древних тюркских народов, где были центры ставки местных великих каганов, и там концентрируются в основном эти каменные извоения, и там сконцентрируются эти поминальные, мемориальные комплексы с каменными извоениями. Территория расположения всех тюркских святилищ на территории Казахстана по своей природе соответствует качествам национальных парков и заповедных территорий. В понимании тюркских народов храмом является вообще степь, сама степь. Но вот такие вот места, очень богатые природой, степь же она все равно, и воды бывает мало, пустынная, они объявлялись заповедными. И в этих местах ставили храмы своим возвеличенным героям, тем, кто служил народу, тех, кто защищал. Вы знаете, вот они именно создали, вот современный Казахстан, он создавался таким вот образом. Это основа этногеографического феномена. Молчаливые посланцы веков слегка приоткрыли нам свою тайну. Они – часть культуры тюркского народа. Их судьба неразрывно связана с нашей историей, историей возникновения Казахстана. Проходят века, меняется мировоззрение, но неизменным остается одно. Мы должны, как и наши предки, любить свою землю и чтить своих героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова